Приветствую вас. Для начала надо бы понять, по какой причине ваша уверенность исчерла. То есть привычные модели восприятия мира, привычные модели, возможно, себя, вот, ушли, по-видимому, ну, в небытие. Из-за данной ситуации, да, из-за развода, что, собственно, и привело, я так полагаю, к тому, что вы свою уверенность потеряли. Вот. И рассмотреть вот эти вот моменты, которые как бы разорвали ваше привычное восприятие реальности, и является самой главной задачей для нас, как для психологов. И уже, соответственно, после того, как вы увидите сами, сами, что именно, к примеру, на вас, так вот, сильно повлияло, да, вот, что прямо, очень прямо сильно повлияло на вас. Вот. Когда и если вы увидите, вы сможете и отыскать ключик к тому, чтобы обрести была уверенность. Как правильно вам сказал мой коллега, значит, Кудрячев Игорь Леонидович, развод это всегда травма. Это так. Это так. Но вопрос заключается в другом, что травмой развод становится тогда, когда, к примеру, ну, есть искаженное восприятие, искаженное понимание человека. Искаженное, искажение, когда имеется искажение того, что, условно, я для него хочу. То есть, травма возникает в том случае, если я чересчур с человеком нуждаюсь. то это является одной из однозначных совершенно причин, по которым вы можете расстаться. Вот. причем, я не говорю, что именно из-за этого. Не хочу сказать, что именно из-за этого. Вот. Потому что я не знаю. Но это как один из вариантов. былая уверенность достигается через работу с этими моментами. С другой стороны, если уверенность в себе вы потеряли, себя той или иной причине, то это означает фактически, что потеряли вы и себя. То есть, ну просто вот потеряли сами себя. и так далее. Если вы потеряли сами себя. как ну как вы говорите. Да? То есть, ну потерялась уверенность в себе. И так далее. Если вы потеряли сами себя. То это значит, что позиция, которая была у вас до до брака, ну до брака, до развода, да? Она была, видимо, не четкой. И какие-то вещи, которые вы узнали теперь в результате брака. брака. Вот. Они очень сильно отразились вероятно. На вашей, на вашем восприятии себя. Вот. Кхм. Что и соответственно Кхм. Негативность сейчас на вас сказывает. на мой взгляд. На мой взгляд. То есть, понимаете, а единого какого-то средства для обретения уверенности его нет. Потому что вы индивидуальность. Вы уникальный человек и к вам нужен свой подход. Какое-то средство, да? Ну, какой-то способ можно так выразиться, если какой-то способ восстановления уверенности будет для вас ну, по сути, обесцениванием. То есть, по сути, это будет то, что вас обесцениванием. То есть, по сути, это будет обесцениванием. На мой взгляд, это будет абсолютно необразданно и унизительно по отношению к вам. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Нужна история. Нужен анализ истории, анализ жизни вашей с мужем. В вашей жизни анализ нужен. И, исходя из этого, уже можно будет делать какие-то выводы, исходя из этого, уже вам можно будет помочь. Вот. Так. В целом, произошла, как бы, переориентация с себя, ну вот, с себя, на других, на, например, мужа. В целом, произошла, в целом, именно такая переориентация, к сожалению. И, не сказать, чтобы это было прямо хорошо. Не сказать, что для вас это полезно. Поэтому, именно, на возврат эксцентрированному ориентированию, и будут направлены действия ваши совместно с психологом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.